Здравствуйте, это программа «Итоги» от «Голоса Америки» на канале «Настоящее время» в Вашингтонской студии Рафаэль Сааков. Смотрите в выпуске. Политическое будущее бывших политзаключенных. Эксклюзивное интервью русской службы «Голоса Америки» с российскими оппозиционными политиками Ильё Яшиным и Андреем Пивоваровым, а также правозащитником Олегом Орловым, освобождёнными в результате масштабного обмена с участием США и Германии. Как они видят свою деятельность из-за пределов России и какова их позиция по противодействию российской войне в Украине. А также комментарии итогом помощника директора Американского института Маккейна Педро Пизана о легитимности на Западе фактически изгнанных из России политиков. На этой неделе, пока украинские войска продвигались внутрь российской территории, по данным Американского института изучения войны на десятки километров от Сумской области Украины до Курской области России, стало появляться всё больше информации и заявлений от теперь уже бывших российских политзаключённых, участников масштабного обмена между Россией и Белоруссией с одной стороны и странами Запада с другой. Так, оппозиционный политик Илья Яшин, встречавшийся в среду в Берлине с представителями диаспоры, своими соратниками, назвал Украину главной жертвой глобального противостояния между тиранией и свободой, приобретающего признаки Третьей мировой войны. При этом война, которая, по словам Яшина, является трагедией для Украины, это, цитата, не этнический конфликт между украинцами и русскими. В том числе об этом мы поговорили с Ильё Яшиным в нашем интервью. Российский оппозиционный политик, бывший политзаключённый Илья Яшин на связи с нашей вашингтонской студией из Германии. Илья, приветствую тебя, рад видеть на свободе. Ну и в первую очередь, конечно, не могу не спросить, каким ты видишь своё политическое будущее на данный момент, на данном этапе? Привет, Рафаэль. Я скажу тебе откровенно, я сам пока до конца не понимаю, каким будет моё будущее, но я уверен, что оно будет насыщенным и интересным. Я был уже российским оппозиционным политиком в России, был оппозиционным политиком в тюрьме, а теперь я в новом качестве, теперь я оппозиционный политик за границей. Такого опыта у меня никогда не было, но я вижу, что мне есть чем заняться, потому что уже в Берлине на встречу со сторонниками пришло больше двух тысяч человек. Предстоит много работы, я сейчас, конечно, отдохну немножко, мне нужно пару недель немножко восстановиться, всё-таки я два года сидел в тюрьме, восстановиться физически, восстановиться психологически, но потом будет очень много интересной работы, и я надеюсь, что моя работа принесёт пользу, поможет прекратить кровопролитие Украины и поможет приблизить перемены в России. Ты назвал на днях Украину главной жертвой противостояния тирании и свободы, но при этом не считаешь эту войну именно этническим конфликтом между русскими и украинцами. Почему на твой взгляд? Почему ты так считаешь? Ведь ненависть, она уже ощущается сейчас и, может быть, может затянуться на десятилетия. Не бывает такой войны, в которой не ощущалась бы ненависть, но Путин напал на украинцев не потому, что ему не нравятся украинцы с этнической точки зрения. Путин напал на украинцев, потому что украинцы сделали выбор в пользу свободы, потому что украинцы осознали себя как часть Европы, потому что Украина решила выйти из-под контроля Кремля и не хочет себя ощущать как часть империи. Это причина, почему Путин напал на Украину. И этот конфликт, мне кажется, в первую очередь ценностный. Конфликт, кстати, проходит через практически всю Восточную Европу. И в России этот конфликт ощущается, потому что люди, которых подавляют в нашей стране, отправляют в тюрьмы, с ними тоже ведут войну. И некоторых из них тоже убивают. В этой войне тоже есть жертвы. Борис Немцов, которого стреляли в 2015 году, Алексей Навальный и, например, Павел Кушмир, который был задержан за антивоенные стихи и умер в СИЗО Биробиджана. Это все жертвы этой войны. И мне кажется, очевидно, что это не конфликт русских и украинцев. Это конфликт между тиранией и свободой. Это конфликт между прогрессом и регрессом, и мракобесием. Это конфликт между смертью и жизнью. Между эстетикой смерти и ценностью человеческой жизни. И Владимир Путин в этом смысле является таким всадником апокалипсиса, который несется на Украину во главе тьмы для того, чтобы не было света. Илья, война тем временем все активнее, регулярнее и чаще переходит на территорию России, перекидывается. Ты написал в четверг в Фейсбуке, что происходящее в Курской области, где уже несколько дней продолжаются бои, ужасно. И что с первого дня войны ты говорил, что Путин обязательно притянет смерть и разрушение на территорию России. И что если бы 24 февраля 2022 года Путин не приказал атаковать Украину, все погибшие были бы живы. Не могу не спросить, что ты думаешь о военных силовых методах освобождения России от Путина, в том числе с участием российских добровольческих батальонов, которые сейчас воюют в Украине, на стороне Украины? Я политик. И я использую в своей работе, в своей деятельности политические методы. Я не полевой командир, я не генерал, я никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. Я обращаюсь к гражданам своей страны и веду борьбу за их умы, за их сердца, за их души. Поэтому я понимаю, что есть разные люди, есть разные мнения. Кто-то использует другие методы, кто-то пытается действовать силовыми способами. Пусть каждый действует так, как считает нужным. Но силовой путь – это не мой путь, мой путь другой. Ну вот то, что сейчас люди, в принципе, даже на протесты мирные в России не могут выйти, как еще тогда они могут остановить Путина, если, соответственно, не Украина и не ВСО? Да, действительно, сегодня люди не могут выходить на протестные акции, людей сажают, людей бьют, но это не значит, что так будет всегда. Понятно, что сейчас Россия находится на пике подавления гражданской активности, но так бывало и в других странах. Вот сегодня люди не могут выходить, а потом плотину прорывает, и улицы заполняются людьми, и власть меняется. Давайте наберемся терпения, давайте, что называется, сохранять спокойствие и последовательно добиваться своих целей. Я уверен, что перемены не загорабельны. Ну, а еще один вопрос, вызвавший немало критики и споров, в том числе со стороны украинцев и россиян среди диаспор на Западе, помощь ВСУ. Ты, как и Андрей Пивоваров, считаешь поддержку вооруженных сил Украины недопустимой для себя, и рассматриваешь ли ты какие-то другие варианты сотрудничества или поддержки украинских общественных организаций? Во-первых, это был Андрей Антонов. Слушай, ну, Рафаэль, ну так нельзя. Ты цитируешь Андрея Пивоварова и приписываешь мне его цитаты. Мне этот вопрос даже не задавал. Нет, нет, это был вопрос. Так же, как и Андрей, считаешь, что недопустимо для себя, как для российского политика или нет? Или какое-то сотрудничество допустимо все-таки для тебя? Еще раз, я повторю. Я действую политическими методами. Я политик. Я не командир повстанческого батальона. Я не Эрнесто Че Гевара. Я не боевик. Я не беру в руки оружие. Я работаю с общественным мнением. Мне кажется, что для того, чтобы изменить ситуацию, нужно добиться того, чтобы общественное мнение в России изменилось. И поэтому моя задача ключевая — рассказывать людям правду. Я людям правду рассказывал с первой дней войны. Меня за это посадили в тюрьму, за то, что я говорил о военных преступлениях в Буче. Я рассказывал правду о войне, находясь за решеткой. Я говорил в своем последнем слове о необходимости выводить российские войска с территории Украины. Я продолжаю это делать после освобождения. У меня уже прошел стрим, на котором я говорил правду об этой войне. Повторюсь. Есть разные люди. Они действуют разными методами. В силу своего темперамента, в силу разницы понимания ситуации. Мое понимание ситуации такое. Я действую политически умеетно. Илья, как ты относишься к помощи Запада Украине, в том числе оружием? То есть ты поддерживаешь оказание помощи как минимум со стороны стран Запада и военной помощи в том числе? И финансовой, и военной. Ты знаешь, я когда летел в самолете из Анкары в Германию, разговаривал с представителями Невского правительства. И мы обсуждали в том числе ситуацию на фронте. Я задавал вопрос, просил как-то поделиться оценками. Это был частный разговор, поэтому я не буду цитировать. Но мне задали вопрос, чем, собственно, западные правительства, западные государства могут помочь российской оппозиции. И мой месседж был очень простой. Если вы хотите помочь российской оппозиции, спасите Украину. Если вы позволите Путину Украину уничтожить, как независимое государство, если вы позволите сожрать Украину, это будет не только огромный удар по системе европейской безопасности, это будет огромный удар и по свободной России. Потому что это мотивирует Путина действовать гораздо жестче и в своей захватнической внешней политике. Это мотивирует его и дальше еще более жестко подавлять гражданские свободы в России и укреплять свою тиранину. Еще один оппозиционный политик, оказавшийся на свободе в результате обмена заключенными, бывший директор открытой России Андрей Пивоваров, который в 2022 году был приговорен к четырем годам колонии по делу об участии в деятельности нежелательной организации на территории России. В интервью «Новой газете Европа» в Германии Пивоваров, отвечая на вопрос о помощи ВСУ, заявил, что поддержка именно вооруженных сил Украины недопустима для него, потому что он все же остается российским политиком. Корреспондент «Голоса Америки» Алексей Горбачев поговорил с Пивоваровым о реакции на критику за, как многие утверждали, недостаточно антивоенную позицию, а также о военных преступлениях России в Украине. Обвинять нас в том, что у нас есть какие-то достаточно антивоенные, достаточно оппозиционные взгляды, это странно, потому что и я свою парнису артикулировал, и мои друзья, более того, когда я был осужден еще до начала всех событий, они просто получили свои срока, и огромные срока, именно за антивоенную позицию. Поэтому, ну, слушайте, что делать? Демократ всегда спорит, всегда дискутирует, как бы, и меня это, честно говоря, какую-то грусть или хандру ни разу нанесло. В интервью «Новой газете» ты говорил, что не поддерживаешь донаты ВСУ, потому что, хотя ты негативно относишься к тем, кто воюет в Украине, ты не хотел бы их убивать. То есть, и в связи с этим я хотел бы, если я правильно интерпретировал твои слова, и в связи с этим я хотел бы спросить в целом про твои эмоции, какие эмоции ты испытываешь сейчас, вот после этих трех лет заключения, в отношении силовиков, которые тебя держали под стражей, ну, как невиновного человека, судей, которые принимали все эти решения, и лично Путина, который наверняка так или иначе связан с тем, что происходит и с тобой, и с другими российскими политзаключенными? Я бы так вот разделил бы эту ситуацию, что ты видишь, общаясь с людьми, любимый аргумент системы любого силовика, но вы же понимаете, от меня ничего не зависит. И неважно с кем вы разговариваете. Вы можете разговаривать, грубо говоря, с прапорщиком, а можете там с замначальника управы. Они все приходят с одним и тем же. Я говорю, вот так и так, такая-то проблема есть. Вообще вы меня незаконно здесь держите, я должен держаться в Петербурге. Ну, вы же понимаете, от нас ничего не зависит. А Путин? Конечно, слушайте, он ответственный за все, что происходит в нашей стране. У нас, собственно, вертикальная история. И этот человек, на нем, мне кажется, висит столько грехов, которые нужно не отмыть. И то, что произошло со мной, и со многими другими политзаключенными, с теми, кто сейчас страдает, с теми, кто сейчас умирает, слушайте, он нашу страну довел просто до грани безумия. Естественно, его вина в этом категорически есть. Я здесь, как бы, вот, человек, который, мне кажется, статьи уголовного кодекса, которые существуют, существенную долю в них он нарушил. Как ты видишь свою роль в будущем российской оппозиции по отношению к людям, включая Путина, которые ответственны как за военные преступления в Украине, так и за преступления, которые они совершают в России, в частности, сажая невиновных людей за их взгляды? Ну, мне кажется, вот, если мои отношения ко всему этому, то ни одно из них дел не должно остаться без ответа. То есть, как бы, от малых дел, там, да, до больших, то есть, грубо говоря, до, от отжатия, как, не знаю, там, квартиру какого-нибудь, как бы, политзаключенного до массовых каких-то жертв убийств. То есть, все это, мне кажется, надо документировать, надеюсь, что эти проблемы уже занимаются. И в момент, когда все-таки, да, мы добьемся перемен, эти преступления должны быть оценены, и, грубо говоря, общество должно их понимать. А свою роль я вижу в том, чтобы разговаривать с российским обществом, предлагать пути решения и бороться с тем нарративом, который есть. Вот мы вначале обсудили, что есть нарратив, что да, зря начали, уже есть осуждение того, что начали, но боязнь того, что если прекратить, то будет хуже. Вот важно доказать людям, что чем раньше прекратиться, тем лучше, что чем дальше мы падаем в эту бездну, тем хуже, тем сложнее потом будет выгребать, и тем больше жертв это приносит. Вот если мы сможем, если помним, вначале был нарратив, что это будет маленькая, как бы, долстая война, чтобы все будет хорошо, это уже не продается, это нужно было, никто не верит, там, ни на деноцификацию, ни в всю эту чушь, да, уже в обществе, даже среди сторонников, есть понимание, что начали начали зря. Сейчас пытаются сделать так, чтобы страх, страх того, что мы прекратим, будет, как бы, вот, типа, в обществе присутствует, условно говоря. Вот если дальше подавать эту мысль, надо внести для того, чтобы чем раньше прекратиться, тем лучше делать для этого все возможное. Как можно оставаться российским политиком? То есть как ты это видишь, при том, что понятно, что политическую деятельность, скорее всего, придется вести из-за рубежа? То есть как именно ты планируешь вот это вот делать? Ну, я понимаю все минусы нахождения в миграции, теперь чуть-чуть в нем все больше, а при этом, как бы, то есть это вес, наверное, вес слов людей за границей, он снижается, но в то же время мы понимаем, что любая, ну, не любая, но деятельность организационная изнутри страны, она находится под большим риском, огромным прям. Как только любые структуры выстраиваются, как только кто-то начинает серьезно представлять опасность, мгновенно начинаются уголовные дела, преследования, и репрессивный аппарат отстроен. Поэтому в нахождении за границей есть один плюс. Ты можешь громко говорить о своих позициях, ты можешь предлагать решения, те, которые ты не смог предложить из России. То есть я прекрасно понимаю, что если предлагаю провести какое-то действие, пускай даже не лежащее там в рамках какого-то уличного мероприятия и не лежащее в рамках какого-то там ОНК, то тут же будет реализовано как преступление. Отсюда будет, может, проще. Поэтому говорить отсюда, может быть, как бы, понять, что безопаснее, но с другой стороны и громче. Поэтому вот эта ниша работы с россиянами, разговор с людьми, это, наверное, самое важное, чем я хочу заниматься. Прямая военная помощь Украине – святая обязанность для мира, заявил в свою очередь еще один освобожденный правозащитник Олег Орлов, экс-председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальпировичу. В 2021 году «Мемориал» был принудительно закрыт по решению суда, а в 2022 году уже закрытый центр получил Нобелевскую премию мира. В марте 2023 года против Орлова, который прямо и публично высказывался против агрессии России в Украине, возбудили уколовное дело из-за якобы повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Суд приговорил 70-летнего правозащитника к 2,5 годам заключения в колонии. Предлагаю послушать фрагмент из интервью Олега Орлова «Голосу Америки», в котором затрагивается тема Украины. Пиваров сказал, что он не считает возможным для себя помогать деньгами Вооруженным силам Украины. В этом смысле понятно, что его позиция со многими расходится. Твоя позиция по поводу возможности помощи деньгами Вооруженным силам Украины и вообще помощи Украине в войне какова? В твоем вопросе сразу несколько вопросов. Первое. Пивоваров для себя не считает возможным помогать ВСУ. Это его право помогать или нет? Чего я буду критиковать или хвалить Пивоварова за это дело? Это позиция Пивоварова имеет право как угодно решать. Готов ли я вот сейчас свои деньги дать на помощь ВСУ? Или лучше я их потрачу на помощь российским политзаключатам? Я не знаю. Я буду думать. Что касается помощи Вооруженным силам Украины, то, по-моему, для всего цивилизованного мира это одна из главнейших и необходимых сегодня задач. На данный момент, на мой взгляд, весь цивилизованный мир пытается остановить агрессора и помочь жерпе агрессора. А можно, конечно, помогать жерпе агрессора только гуманитарной помощью. Можно осуждать и говорить, ай-яй-яй, как нехорошо. Можно в ООН принимать какие-то резолюции. Все это будет правильно и хорошо, и это все нужно делать. Но на самом деле агрессора, который продолжает военную агрессию, сопровождаемую гибелью мирного населения, необходимо останавливать, в том числе с помощью вооруженной силы. Поэтому для всего цивилизованного мира, по-моему, помощь, прямая помощь, военная помощь Украине в отражении агрессии – святая обязанность. Победа Украины в каком-то смысле, если ее добиваются люди, в этом смысле означает поражение России. Как ты относишься к такой вероятности? И что для тебя, поражение России или рассуждение об этом и так далее? Насколько это требуется или наоборот? Ну, понимаешь, мы можем рассуждать о чем угодно, но надо смотреть на реальность. Мы видим, что то, о чем говорили очень многие, что сейчас в ближайший момент произойдет полный крах военной машины России, и это приведет, поможет демократизация России. Мы же видим, что это не произошло. Мы же видим, что военная машина России продолжает тупо жертвы массы российских солдат, в том числе и зэков из того мира, откуда я только что вернулся, продолжает воевать. Мы это видим. И человеческие жизни, в конце концов, ни во что не ставят. Совсем. О том, сколько гибнет зэков, которые туда пошли, могут быть разные оценки, но вполне очевидно, что это большинство тех, кто туда уходит из зон и СИЗО, оттуда живыми не возвращаются. Это очевидно. Это очевидный факт. И, несмотря на это, режим готов продолжать и продолжать и продолжать войну. Это не в малейшей степени не уменьшает важность любой, но в том числе военной помощи Украине в борьбе с агрессором. Это прежде всего важно. Но мы видим, что такой сценарий не очень сейчас реализуется. Западная общественность получит в лице освобожденных российских политзаключенных партнеров с завтрашнего дня. Об этом в интервью программе «Итоги» заявил помощник директора Вашингтонского института Маккейна по программам демократии Педро Пизано. По словам Пизано, легитимность теперь уже бывших узников путинского режима будет иметь большой вес во всем мире. Итак, Педро, ведущие российские политзаключенные теперь на свободе. Прежде всего, насколько вы были удивлены столь массовым обменом заключенными? Спасибо за приглашение, Рафаэль. Я был очень удивлен и обрадован тем, что эти 16 политзаключенных оказались на свободе. Эти люди в большинстве своем борцы за свободу. Они боролись за свободу и демократию. И мы все думали, особенно в случае таких людей, как Владимир Карамурза, что после убийства Навального они могут также умереть в тюрьме. Так что это была абсолютная радость, полная неожиданность и настоящее счастье для всех тех семей и людей, которые могут быть со своими близкими. Как вы думаете, что все же заставило Владимира Путина одобрить такой обмен, особенно после смерти Навального? Было много сообщений о том, что он, похоже, просто хотел получить Вадима Красикова. В том числе статья Маши Гессен в New York Times о том, что план такого обмена был разработан еще за год до ареста Гершковича. И все дело в том, что Владимиру Путину очень нужен был этот убийца, совершивший убийство в Берлине. И с этой целью Путин взял Гершковича в заложники. Кроме того, для немецкого общества была одна особенная вещь, а именно моральный риск, о котором все говорят. Что произойдет, если мы освободим больше заключенных? Захотят ли после этого Путин и другие режимы брать больше заложников? И я думаю, что это изменилось, когда один из граждан Германии был приговорен к смертной казни в Беларуси. И тогда не сделать ничего стало моральным риском. Так что я действительно думаю, что это был расчет. Путин также просчитывал относительно Байдена, Камалы Харрис и возможного президентства Трампа, и того, когда он сможет совершить такой обмен. Но очевидно, что на это ушли годы. Однако, как вы думаете, следует ли ждать Западу от таких политиков, как Яшин, Карамурза и Пивоваров, что они будут играть важную роль за пределами России? На что они способны, находясь не в своей стране, для борьбы с путинским режимом? Я думаю, они очень важны. Это голоса, которые имеют легитимность и возможность выступать против Путина. Называют российское вторжение в Украину российским вторжением, из-за чего они и оказались в тюрьме. Они попали в тюрьму за свои убеждения. Я думаю, что их легитимность в западных столицах по всему миру будет иметь огромный вес и огромное доверие. Думаю, они смогут убедить еще больше скептиков в США и Европе поддерживать борьбу против России. Поддерживать демократические силы и выстраивать сеть оппозиционных сил, которые будут готовы затем вернуться, чтобы создать свободную и демократическую Россию. Но думаете ли вы, что им следует и что они будут больше сотрудничать с Западом, в первую очередь с властями США, с тем, чтобы искать какой-то помощи в борьбе с путинским режимом? Или они все же попытаются действовать самостоятельно и бороться с режимом своими руками? Я думаю, что у каждого из них разные роли. В случае с Карамурзой он сыграл важную роль по санкциям Магнитского. Помог с принятием законов, которые действуют сейчас в 17 странах мира. И в некотором смысле являются наиболее эффективным режимом точечных санкций в истории. И это благодаря ему и таким людям, как Билл Браудер, и, конечно, Сергей Магнитский, отдавший свою жизнь ради разоблачения налоговых махинаций путинского режима. Думаю, если освобожденные политзаключенные в своей борьбе обратятся за помощью к западным столицам и западным народам, они ее получат. Поэтому я думаю, что они одновременно будут работать с западными столицами по вопросам, в которых интересы совпадают. А в некотором смысле они очень хорошо совпадают. Как в случае с ценностями и интересами Запада и борьбой, которую ведет Карамурза. Когда он был в тюрьме, мы проводили множество мероприятий с участием законодателей от обеих партий. 81 член Конгресса США подписал письмо на имя президента Байдена и госсекретаря Блинкена. Поэтому думаю, что они получат большую поддержку. И западная общественность получит в их лице партнеров завтрашнего дня. Как вы знаете, Карамурза был дважды отравлен, но все равно возвращался в Россию. Хотя все говорили ему не возвращаться, так что я бы не исключал, что он снова решит вернуться, как и Илья Яшин. Это действительно и есть борьба. Демократия и свобода достигаются смелыми мужчинами и женщинами, которые готовы отдать свою свободу и свою жизнь. И такой пример они подают всем нам. Надеюсь, мы сможем поддерживать их столько, сколько потребуется. Педро, вы уже упомянули о санкциях и уже прозвучали некоторые противоречивые заявления со стороны освобожденных политзаключенных, в том числе о том, что западные санкции должны быть направлены в основном против Владимира Путина и его окружения, а не против всего российского народа. Что вы думаете об этом? За последние два года, пока политзаключенные находились в тюрьме, не устарели ли подобные тезисы, вызвавшие некоторую критику и со стороны украинцев? Да, это сложная тема. С одной стороны, необходимо подвергать санкциям, например, нефтяную промышленность или банковскую отрасль, которые поддерживают военные действия, которые приводят к гибели людей в Украине. С другой стороны, есть необходимость в том, чтобы убедиться в личной ответственности тех, кто виновен, и убедиться, что все привилегии на Западе, включая дома в Лондоне, машины, туристические визы, будут у них отобраны. Когда вы олигарх, поддерживающий Путина, с несметным богатством, и если вводятся санкции в отношении некоторой отрасли, вы все равно будете чрезвычайно богаты и будете обладать большой властью. Но если вдруг в какой-то момент вы не сможете поехать в Англию, во Францию или попасть в Соединенные Штаты, тогда это становится персональным делом. Таким образом, это тонкий баланс между санкциями против этих людей, чтобы их поведение изменилось, и у них появился стимул к изменениям, а также обеспечением того, чтобы отрасли, поддерживающие войну, также пострадали. Так что это некий тонкий баланс того и другого. Я думаю, что разные люди будут настаивать на разных вещах. Конкретно Карамурза, который выступил с критикой расширенных санкций, которые наносят вред всем россиянам, является при этом, как я уже говорил, одним из главных сторонников закона Магнитского, который оказался очень эффективным и именно точечным. Я думаю, что следующим шагом будет действительно игра кнутом и пряником, с обеспечением того, чтобы санкции вводились, а затем снимались в случае каких-либо изменений. Есть ощущение, что нам нужно выйти на новый уровень санкций, которые помогут США достичь своих политических целей, но также убедиться в том, что вести дела как обычно и как раньше уже не получится. Санкции все еще могут быть более эффективными и заставлять государства, а также тех, кто ими управляет, менять свое поведение, что и является основной целью. И это все на сегодня от проекта «Итоги» на «Голосе Америки» и телеканале «Настоящее время». С вами был Рафаэль Сааков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok